Урок 1. Размер квартиры Привет, Анна. Я искал квартиру и рассматриваю разные размеры. Что ты думаешь по этому поводу? Привет. Определенно, размер квартиры является важным фактором, который следует учитывать. Это зависит от вашего образа жизни и потребностей. В этом есть смысл. Мне нужно удобное пространство, но я не хочу, чтобы оно было слишком большим или слишком маленьким. Что вы предлагаете? Что ж, важно найти баланс. В более просторных апартаментах больше места для мебели и занятий, но они могут потребовать большего обслуживания и затрат. Понимаю. Таким образом, небольшая квартира может оказаться более удобной с точки зрения содержания и расходов. Есть ли в этом какие-либо преимущества? Совершенно верно. Небольшая квартира может быть уютной и простой в обслуживании. Часто здесь требуется меньше уборки, и это позволяет сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Это хорошие замечания. Кроме того, небольшое пространство может способствовать минималистскому образу жизни, что может способствовать устранению беспорядка и организации. Определенно. С другой стороны, большая квартира обеспечивает большую гибкость при расстановке мебели и размещении гостей. Это правда. Наличие достаточного пространства может облегчить проведение собраний или общения с соседями по комнате. Это дает больше свободы в дизайне и планировке. Именно так. Все зависит от ваших предпочтений и от того, что вы больше всего цените в жилом помещении. Обдумайте свой образ жизни и планы на будущее. Я учту это. Важно выбрать размер квартиры, соответствующий моим текущим потребностям и будущим целям. Совершенно верно. Учитывайте такие факторы, как количество спален, место для хранения вещей, а также то, работаете ли вы дома или вам нужно специальное рабочее место. Это отличные соображения. Я хочу, чтобы моя квартира отвечала моим текущим и долгосрочным потребностям. Мудрое мышление. Помните, что размер квартиры – это лишь один из аспектов. Расположение, удобство и бюджет одинаково важны. Вы правы. Важно рассмотреть общую картину и найти баланс между размером, местоположением и доступностью. Совершенно верно. Таким образом, вы сможете найти квартиру, которая соответствует вашим потребностям и улучшит ваш общий жизненный опыт. Я ценю ваши идеи и советы. Это дало мне более четкое представление о том, как подойти к поиску квартиры. Урок 2. Упражнения. Привет, Анна. Я стараюсь включить физические упражнения в свой распорядок дня. Есть предложение о том, какие упражнения делать. Привет. Звучит выполнимо. Здорово, что вы хотите уделить приоритетное внимание фитнесу. Какие упражнения вы обычно делаете? Что ж, иногда я езжу на пробежки, но мне бы хотелось изучить другие варианты, чтобы было интересно. Есть идеи? Совершенно верно. Кардиотренировки, такие как бег, отлично подходят для здоровья сердечно-сосудистой системы. Думали ли вы попробовать себя в велоспорты или плавании? Это отличные предложения. Я обязательно попробую их. Как насчет силовых тренировок? Как мне включить это в свой распорядок дня? Силовые тренировки важны для наращивания мышечной массы и увеличения общей силы. Вы можете начать с упражнений с собственным весом, таких как отжимания, приседания и планки. Звучит вполне управляемо. Мне нравится идея использовать собственный вес для силовых тренировок. Есть ли другие упражнения, которые мне следует рассмотреть? Конечно. Добавление силовых тренировок с гантелями или лентами с отягощениями поможет воздействовать на определенные группы мышц и разнообразить ваш распорядок дня. Я займусь этим. Важно работать над разными группами мышц, чтобы достичь сбалансированной и сбалансированной физической формы. Совершенно верно. Не забывайте об упражнениях на гибкость, таких как растяжка или йога. Они улучшают диапазон движений и помогают предотвратить травмы. Отличное замечание. Я слышал, что йога имеет много преимуществ, помимо гибкости. Она также помогает расслабиться и снять стресс. Да, йога отлично подходит как для тела, так и для ума. Это комплексный подход к оздоровлению. Попробуйте попробовать разные стили йоги, чтобы найти то, что подходит вам лучше всего. Я обязательно займусь йогой дальше. Кажется, это отличное дополнение к моим упражнениям. Какие-нибудь советы по сохранению мотивации? Сохранять мотивацию может быть непросто, но постановка конкретных целей, поиск напарника по тренировкам или участие в групповых занятиях помогут вам оставаться ответственными и мотивированными. Это фантастические предложения. Наличие системы поддержки и четких целей может сыграть решающую роль в соблюдении режима физических упражнений. Совершенно верно. Не забывайте прислушиваться к своему телу, начинать постепенно и при необходимости вносить коррективы. Главное – постоянство. Я ценю ваше руководство и поддержку. Мне не терпится разнообразить свои тренировки и сделать фитнес неотъемлемой частью своей жизни. Урок 3. Ночное приключение в Париже. Привет, Анна. Тебе когда-нибудь доводилось проводить ночь в Париже? Вид был захватывающим. Привет. Нет, я еще не была в Париже, но могу себе представить, что это просто невероятно. Путешествия позволяют нам исследовать новые места и создавать незабываемые впечатления. Определенно. Красота и очарование ночного Парижа не похожи ни на что другое. Городские огни и знаковые достопримечательности создают волшебную атмосферу. Могу только представить. Париж славится своей романтической атмосферой, поэтому я могу себе представить, насколько он очарователен под ночным небом. Совершенно верно. Прогулка по сене и наблюдение за освещенной Эйфелевой башней должны быть незабываемыми впечатлениями. Звучит совершенно мечтательно. Я видел фотографии Эйфелевой башни, освещенной ночью, и это действительно потрясающее зрелище. Вживую это еще более потрясающе. Мерцающие огни и панорамный вид сверху просто захватывают дух. Я могу только мечтать о том, чтобы однажды увидеть это своими глазами. Удалось ли вам осмотреть другие достопримечательности во время ночного пребывания в Париже? Да, я также посетил Лувр. Стеклянная пирамида с подсветкой на фоне ночного неба была просто потрясающим зрелищем. Звучит невероятно. Лувр знаменит своей коллекцией произведений искусства, и возможность увидеть ее ночью, наверное, была особенной. Это был действительно уникальный опыт. Спокойная и спокойная атмосфера усиливала чувство трепета и признательности за искусство. Могу себе представить. Иногда ночь позволяет нам взглянуть на вещи в другом свете и по-новому оценить их. Совершенно верно. Прогулка по ночному городу позволяет взглянуть на город с другой стороны и открыть для себя ту сторону, которую часто упускают из виду днем. Это так. Это все равно, что открыть скрытый мир, ожидающий исследования под покровом темноты. Именно так. Ночь привносит в такое место очарование и таинственность, что еще больше усиливает очарование такого места, как Париж. Похоже, это место обязательно нужно посетить, особенно тем, кто ценит красоту, культуру и романтику. Париж действительно очаровывает чувства, и я настоятельно рекомендую ощутить его волшебство как днем, так и ночью. Спасибо, что поделились своим опытом. Мне еще больше захотелось спланировать поездку в Париж и увидеть его ночное великолепие. Добро пожаловать! Уверен, вы прекрасно проведете время. Париж – город, который оставляет неизгладимое впечатление на всех, кто его посещает. Урок 4. Искусный шоппинг. Привет, Анна. В последнее время я искал выгодные предложения. Вы что-нибудь нашли? Привет. Согласен, поиск выгодных предложений может быть увлекательным занятием. Да, в последнее время я наткнулся на несколько выгодных сделок. А как же ты? Это круто. Я нашла в интернете электронику со скидкой. Всегда приятно находить качественные товары по более низким ценам. Абсолютно. Покупки в интернете упростили сравнение цен и поиск скидок. Вы пользовались какими-либо конкретными веб-сайтами или приложениями. Да, я использовал сайт сравнения цен, который показал мне разные интернет-магазины, продающие один и тот же продукт. Это помогло мне найти лучшие предложения. Это разумный подход. Важно сравнивать цены и читать отзывы, чтобы убедиться, что вы получаете хорошее соотношение цены и качества. Определенно. Я также подписалась на рассылку новостей и уведомлений от моих любимых магазинов, чтобы быть в курсе их распродаж и рекламных акций. Отличный совет. Подписка на информационные бюллетени может предоставить вам ранний доступ к распродажам и эксклюзивным скидкам. Изучали ли вы какие-либо оффлайн-предложения? Да, я слежу за распродажами и сезонными скидками в местных магазинах. Иногда в них есть скрытые драгоценные камни по более низким ценам. Это правда. Также стоит заглянуть в обычные магазины за специальными предложениями. Вы нашли что-нибудь интересное во время поиска. Я нашла очень выгодное предложение на зимнее пальто в местном бутике. Это была последняя модель моего размера и цена была слишком хорошей, чтобы от нее отказываться. Это просто фантастика. Всегда приятно найти идеальную вещь по сниженной цене. Вы также использовали какие-либо купоны или промокоды. Совершенно верно. Я искал купоны в интернете и применил их во время оформления заказа, чтобы получить дополнительные скидки. Это отличный способ сэкономить еще больше. Это умная стратегия. Купоны могут существенно повлиять на конечную цену. Рассматривали ли вы возможность покупки поддержанных или поддержанных вещей? Да, я начала изучать комиссионные магазины и онлайн-платформы для покупки поддержанных вещей. Это экологичный и недорогой способ делать покупки. Это замечательно. Покупка поддержанных вещей не только экономит деньги, но и сокращает количество отходов и способствует развитию экономики замкнутого цикла. Есть ли другие советы по поиску выгодных предложений? Еще один совет. Следите за срочными распродажами или предложениями с ограниченным сроком действия. Часто у них есть значительные скидки на короткий период. Отличное предложение. Флеш-продажи могут быть довольно интересными и открывают отличные возможности для заключения сделок. Спасибо, что поделились советами. Добро пожаловать. Я рада, что смогла поделиться своими мыслями. Удачных покупок, и я надеюсь, что вы тоже найдете отличные предложения. Спасибо. Я благодарна за это. Давайте будем держать друг друга в курсе любых интересных предложений, с которыми мы сталкиваемся. Счастливой охоты. Определенно. Давайте останемся на связи и поделимся нашими успехами в покупках. Желаем вам удачи в поиске фантастических предложений. Урок 5. Музыкальные занятия. Привет, Анна. В последнее время я занимаюсь разными увлечениями. Что-нибудь еще вы пробовали? Это круто. Изучение игры на музыкальном инструменте может быть очень увлекательным занятием. Как вы начали играть на гитаре? Я одолжил гитару у друга и начал брать онлайн-уроки. Это было непросто, но я получаю удовольствие от процесса. Это отличный способ начать. Онлайн-уроки обеспечивают гибкость и удобство. Вы уже выучили какие-нибудь конкретные песни. Да, я выучил несколько базовых аккордов и начал исполнять несколько популярных песен. Приятно наблюдать за прогрессом и исполнять узнаваемые мелодии. Это впечатляет. Начать с базовых аккордов – это прочная основа. Нашли ли вы какие-либо полезные ресурсы или учебные пособия, которые помогут вам в обучении? Совершенно верно. Я использую обучающие видео и диаграммы аккордов для изучения новых техник и песен. Это помогло мне во время тренировок. Это умно. Наглядные пособия, такие как диаграммы аккордов, могут облегчить понимание и запоминание положения пальцев. Присоединялись ли вы к каким-либо гитарным сообществам или группам? Да, я присоединился к онлайн-форуму по игре на гитаре, где я могу общаться с другими учащимися и обращаться за советом к опытным игрокам. Это сообщество, которое оказывает поддержку. Отлично. Членство в сообществе может мотивировать, делиться советами и даже сотрудничать с другими энтузиастами игры на гитаре. С какими проблемами вы сталкивались до сих пор? Одна из задач заключается в наращивании силы и ловкости пальцев. Некоторые аккорды требуют точного позиционирования, но последовательная практика помогает со временем совершенствоваться. Совершенно верно. Наращивание силы пальцев и мышечной памяти – постепенный процесс. Есть ли у вас конкретные цели или песни, которые вы хотите исполнить? Мне бы очень хотелось научиться собирать пальцы и в конце концов сыграть несколько популярных акустических песен. В моем списке есть песня «Он Друаул» группы Ащес. А как же ты? Это фантастический гол. Что касается меня, то я планирую освоить некоторые техники блюзовой гитары и в конце концов сыграть с другими музыкантами. Это жанр, который мне очень нравится. Звучит невероятно. Блюзовая гитара обладает уникальным звучанием и ощущениями. Уверен, что вы достигнете своей цели самоотверженно и потренировавшись. Спасибо за поддержку. Поддержка в этом музыкальном путешествии всегда мотивирует. Как вы оцениваете свой прогресс на данный момент? Я горжусь достигнутым прогрессом, учитывая, что я начала все с нуля. Это непрерывный процесс обучения, и мне не терпится увидеть, к чему он меня приведет. Это отличный склад ума. Главное – получать удовольствие от учебного процесса и идти в путь. Продолжайте в том же духе. Спасибо. Я ценю ваше доброе слово. Давайте продолжим развивать наши музыкальные увлечения и вдохновлять друг друга на этом пути. Абсолютно. Давайте останемся на связи и поделимся нашими музыкальными достижениями. Желаем вам всего наилучшего в вашем путешествии на гитаре. Урок 6. Яркий артистизм. Привет, Анна. Я экспериментировала с разными цветами и оттенками в своих работах. Похоже, это неплохой подход. Какие инструменты вы используете? Привет. Изучение цветов и оттенков может придать вашему искусству глубину и объем. В основном я использую акриловые краски и различные кисти. Как насчет тебя? Это интересно. Акриловые краски обладают универсальностью. Для своих творений я использую акварель и цветные карандаши. Они позволяют смешивать и наносить слои. Акварель и цветные карандаши также являются фантастическими средствами. Они дают другую текстуру и эффект по сравнению с акриловыми красками. Испробовали ли вы какие-либо конкретные техники? Да, я практиковал стирку и технику, мокрое по мокрому, акварелью. Она создает красивые градиенты и мягкие переходы. Звучит прекрасно. Акварельные краски могут придать вашим работам сказочный и неземной вид. Вы работали с разными цветовыми палитрами. Совершенно верно. Я экспериментировала с теплыми и холодными цветовыми гаммами, чтобы создать в своих картинах разные настроения и атмосферу. Отличный подход. Теплые цвета создают ощущение энергии и энергии, а холодные успокаивают и успокаивают. Используете ли вы другие элементы в своем творчестве? Да, я изучал использование текстур и узоров для придания визуального интереса. Это придает произведению искусства тактильное качество. Текстура и узоры могут сделать ваше искусство более динамичным и увлекательным. Это прекрасный способ задействовать чувства зрителя. Посещали ли вы какие-либо художественные мастер-классы или занятия? Да, я прошла несколько мастер-классов, чтобы изучить новые техники и почерпнуть вдохновение у других художников. Это был ценный опыт. Это просто фантастика. Посещение мастер-классов позволяет вам учиться у экспертов и общаться с другими художниками. Выставляли ли вы свои работы где-нибудь? Пока нет, но я подумываю участвовать в местных художественных выставках или выставлять свои работы в кафе и галереях. Это отличный способ продемонстрировать свои работы. Это прекрасная идея. Выставляя свои работы, вы сможете охватить более широкую аудиторию и получить отзывы от любителей искусства. Есть ли у вас любимые художники, которые вдохновляют вас? Да, меня вдохновляют работы Винсента Ван Гога и Джорджии Окиф. Их использование цвета и текстуры поистине замечательно. Как насчет тебя? Я черпаю вдохновение в работах Клода, Мане и Фриды Кала. У них обоих уникальный стиль и тесная связь с природой. Это просто потрясающе. Черпая вдохновение у известных художников, вы можете подстегнуть творческий потенциал и расширить художественные границы. Продолжайте в том же духе. Спасибо. Я ценю ваше доброе слово. Давайте продолжим исследовать мир искусства и вместе поделимся нашими творческими путешествиями. Абсолютно. Давайте будем поддерживать творческие начинания друг друга и продолжать стремиться к росту и самовыражению. Желаем вам творческих успехов. Урок 7. Значимые связи Привет, Анна. Очень важно налаживать прочные связи с друзьями. Очень важно отдавать приоритет взаимодействию в реальной жизни. Привет. Не могу не согласиться с этим. В эпоху цифровых технологий очень важно налаживать искренние дружеские отношения и общаться лицом к лицу. Как вы поддерживаете дружеские отношения? Я стараюсь регулярно встречаться со своими друзьями для таких занятий, как походы, чашка кофе или просто беседа. Это замечательно. Совместное времяпрепровождение укрепляет связи и создает незабываемые воспоминания. Есть ли у вас какие-либо советы по началу беседы? Один из эффективных способов – задавать открытые вопросы, свидетельствующие о искреннем интересе к жизни другого человека, например, чем вы занимались в последнее время. Отличный совет. Открытые вопросы способствуют более глубокому общению и позволяют людям более свободно делиться своим опытом. Как вы справляетесь с конфликтами в дружеских отношениях? Когда возникают конфликты, я верю в открытое и честное общение. Важно спокойно решать проблему и прислушиваться к мнению друг друга. Совершенно верно. Здоровое общение – ключ к разрешению конфликтов и поддержанию крепких дружеских отношений. Есть ли у вас предложения по поиску новых друзей? Один из способов – участвовать в мероприятиях или вступать в сообщество, где вы можете встретить единомышленников со схожими интересами. Это фантастическое предложение. Общие интересы служат прочной основой для налаживания новых дружеских отношений. Как вы налаживаете дружеские отношения на расстоянии? Я стараюсь оставаться на связи с помощью видеозвонков, приложений для обмена сообщениями и даже отправки рукописных писем. Речь идет о том, чтобы приложить усилия, чтобы сохранить связь. Это прекрасно. Дружба на расстоянии требует целенаправленных усилий и поиска творческих способов преодолеть расстояние. Вы когда-нибудь ссорились с другом? Да, у меня есть. Это было непросто, но в конце концов мы завязали душевный разговор и уладили наши разногласия. В результате наша дружба укрепилась. Это вдохновляет. Иногда конфликты могут привести к росту и более глубокому пониманию друг друга. Вы когда-нибудь заводили друзей в социальных сетях? Совершенно верно. Социальные сети могут стать платформой для общения с людьми, которые разделяют общие интересы или имеют схожие увлечения. Это отличный способ расширить круг общения. Я согласен. Социальные сети имеют свои преимущества с точки зрения объединения людей из разных частей мира. У вас когда-нибудь был друг, который стал родным? Да, мне повезло, что у меня есть такой друг. Мы поддерживали друг друга во все времена, и наша связь напоминает связь между братьями и сестрами. Это прекрасно. Дружба, выходящая за рамки дружбы, действительно особенная и редкая. Они становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Как вы выражаете признательность своим друзьям? Я выражаю свою благодарность небольшими жестами, такими как искренние послания, неожиданные подарки или просто время, проведенное вместе. Это очень трогательно. Выражение признательности напоминает нашим друзьям, что их ценят и ценят. Важны мелочи. Совершенно верно. Дружба – это сокровище, и ее важно беречь и ценить. Давайте продолжим ценить силу значимых связей в нашей жизни. Урок 8. Разжигание энтузиазма. Привет, Анна. Я заметила, что некоторым людям не хватает энтузиазма и вовлеченности. Понятно. Есть ли у вас предложение о том, как вдохновить других? Привет. Вдохновлять других может быть непросто, но один из способов – подавать пример. Проявляйте энтузиазм и преданность своему делу. Отличное замечание. Когда другие видят ваш энтузиазм, это может пробудить в них собственную мотивацию. Как еще можно поощрять энтузиазм? Другой способ – это позитивное подкрепление и искренняя похвала. Признание чьих-то усилий может повысить их уверенность и энтузиазм. Совершенно верно. Небольшая поддержка может во многом мотивировать других. Как насчет того, когда кто-то кажется бескорыстным? В таких случаях это помогает понять их точку зрения и внимательно выслушать. Начало беседы с целью выяснения их интересов может вызвать энтузиазм. Это хороший подход. Обретение точек соприкосновения и проявление искреннего интереса к своим увлечениям могут вновь пробудить в них энтузиазм. Что еще мы можем сделать? Создание благоприятной и инклюзивной среды имеет решающее значение. Поощрение сотрудничества и признание достижений друг друга вселяют энтузиазм. Руководители должны четко излагать свое видение и цель, подчеркивая важность и влияние роли каждого члена команды. Это внушает чувство целеустремленности и энтузиазма. Это ценная информация. Когда люди понимают общую картину, у них появляется мотивация выкладываться по максимуму. Как насчет того, чтобы справиться с неудачами? Неудачи неизбежны, но важно сохранять позитивный прогноз. Поощряйте устойчивость и делайте упор на возможности обучения, которые сопряжены с трудностями. Это правда. Рассмотрение неудач как ступеней к росту поможет сохранить энтузиазм даже в трудные времена. Есть ли у вас личный опыт, которым вы хотите поделиться? Да, я помню времена, когда мне не хватало энтузиазма к проекту. Руководство наставника и вера в меня возродили мою страсть и привели к успешному результату. Это вдохновляет. Иногда достаточно, чтобы кто-то поверил в нас, чтобы возродить наш энтузиазм. Вы когда-нибудь вдохновляли кого-то заниматься своим делом? Да, мне выпала честь побудить друга осуществить свою мечту о создании бизнеса. Видеть их энтузиазм и успех невероятно приятно. Это замечательно. Предоставление другим возможности следовать своим увлечениям может иметь волновой эффект, способствуя формированию более активного и энергичного сообщества. Как сохранить энтузиазм в долгосрочной перспективе? Непрерывное обучение и личностный рост играют важную роль. Поощрение любопытства и открытий способствует сохранению и развитию энтузиазма. Совершенно верно. Решение новых задач и поиск возможностей для роста являются постоянным источником энтузиазма. Давайте вдохновлять и вдохновлять других своим энтузиазмом. Урок 9. Экскурсии с гидом. Привет, Анна. Я собираюсь отправиться в несколько туров. Это кажется разумным. Экскурсии проводятся с гидом. Привет. Да, все наши туры проводятся опытными гидами, которые предоставляют ценную информацию и информацию. Приятно это слышать. Наличие опытного гида может улучшить впечатление от тура. Предлагаете ли вы различные виды туров? Совершенно верно. У нас есть множество туров на любой вкус, таких как исторические, культурные и приключенческие туры. Это просто фантастика. Это дает людям возможность выбрать тур, соответствующий их предпочтениям. Подходит ли туры для всех возрастов? Да, наши туры разработаны таким образом, чтобы быть инклюзивными и подходящими для людей всех возрастов. Мы гарантируем, что каждый сможет насладиться отдыхом и принять к ним участие. Важно создать инклюзивную среду, в которой все чувствуют себя желанными гостями. Как долго обычно длятся туры? Продолжительность наших туров варьируется в зависимости от конкретного тура, но в среднем они длятся от 2 до 4 часов. Да, во время наших туров мы предлагаем бесплатные прохладительные напитки, такие как вода, закуски или даже легкая еда, в зависимости от типа тура. Приятный штрих. Это позволяет участникам освежиться и зарядиться энергией на протяжении всего тура. Предоставляете ли вы также транспорт? Да, транспорт включен в наши туристические пакеты. Мы обеспечиваем удобное и комфортное путешествие для всех участников. Это удобно. Это избавляет от необходимости организовывать транспортировку отдельно. Доступны ли групповые скидки? Да, мы предлагаем групповые скидки для больших групп или семей. Это отличный способ сделать туры более доступными и приятными для всех. Приятно это знать. Групповые скидки поощряют людей исследовать и участвовать в турах вместе. В некоторых турах может быть установлен особый дресс-код, особенно для религиозных или культурных объектов. Мы предоставляем рекомендации по надлежащей одежде участников. Это понятно. При посещении определенных мест важно соблюдать культурные нормы и традиции. Есть ли у вас какие-либо рекомендуемые туры для новых посетителей? Совершенно верно. Для новичков у нас есть специальные туры, посвященные достопримечательностям и достопримечательностям города, которые обязательно нужно посетить. Отлично. Это помогает новичкам получить исчерпывающий обзор и получить максимум удовольствия от посещения. Предлагаете ли вы индивидуальные туры? Да, мы можем создавать индивидуальные туры на основе конкретных предпочтений или интересов. Это позволяет отдельным лицам или группам получить уникальный и персонализированный опыт. Это просто фантастика. Индивидуальные туры обеспечивают более индивидуальный подход и отвечают индивидуальным интересам. Как люди могут забронировать туры? Бронирование можно сделать онлайн через наш веб-сайт или связавшись с нашей службой поддержки клиентов. У нас простой и удобный процесс бронирования. Это удобно. Онлайн-бронирование позволяет людям легче и доступнее занять свои места. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к одному из ваших туров в ближайшее время. Урок 10. Мультимедийный дисплей. Привет, Анна. Я занимаюсь исследованием мультимедийных дисплеев. Думаю, у обеих моделей экран хорошего размера. Какие еще функции мне следует учитывать? Привет. Помимо размера экрана, важно следить за разрешением и точностью цветопередачи. Эти факторы способствуют улучшению визуального восприятия. В этом есть смысл. Дисплей с высоким разрешением и точной цветопередачей улучшит качество просмотра. Как насчет вариантов подключения? Связь имеет решающее значение. Убедитесь, что на дисплее есть несколько портов, таких как HDMI, USB и VGA, чтобы можно было подключать различные устройства. Хорошие замечания. Наличие универсальных вариантов подключения обеспечивает беспрепятственную интеграцию с различными устройствами. Как насчет аудиовозможностей? Звук играет важную роль в полноценном мультимедийном воспроизведении. Ищите дисплеи со встроенными динамиками или варианты аудиовыхода для внешних динамиков. Это правда. Хорошие качества звука придает мультимедийному контенту глубину. Как насчет частоты обновления дисплея? Более высокая частота обновления обеспечивает более плавное движение и уменьшает размытие при движении, особенно для динамичного мультимедийного контента, такого как видео или игры. Это важно, особенно для динамичного контента. Более высокая частота обновления обеспечивает более полное погружение. А как насчет сенсорных функций? Сенсорные функции могут быть полезны, особенно для интерактивных презентаций или совместной работы. Это добавляет дисплею еще один уровень универсальности. Отличное замечание. Сенсорная функциональность открывает новые возможности для работы с мультимедийным контентом. Есть ли дополнительные функции, которые следует учитывать? Некоторые дисплеи оснащены такими функциями, как регулируемые подставки, фильтры синего света или поддержка HDR. Прежде чем сделать выбор, оцените свои конкретные потребности и предпочтения. Эти дополнительные функции могут повысить комфорт и визуальные характеристики. Важно найти правильный баланс между индивидуальными требованиями. Как насчет гарантии на дисплей? Гарантии на дисплей очень важны. Выбирайте дисплей, на который распространяется гарантия, чтобы защитить ваши инвестиции и обеспечить душевное спокойствие. Это разумный шаг. Гарантия гарантирует, что вы будете защищены в случае любых дефектов или проблем. Доступны ли варианты энергосбережения? Да, многие дисплеи теперь оснащены энергосберегающими функциями, такими как автоматическая регулировка яркости или режимы энергосбережения. Они помогают снизить потребление энергии. Отлично! Варианты энергосбережения способствуют созданию более экологичных и экологичных мультимедийных систем. Есть ли рекомендуемые бренды или модели? Есть несколько известных брендов, известных своими качественными дисплеями, таких как LG, Samsung и Dell. Изучите отзывы клиентов, чтобы найти модели, соответствующие вашим потребностям. Это полезно. Проверка отзывов клиентов может дать ценную информацию и помочь принять обоснованное решение. Спасибо за рекомендации. Урок 11. Контроль порций. Привет, Анна. Я подумывал о контроле порций. Я понимаю, как насчет контроля порций. Насколько это важно? Привет. Контроль порций играет решающую роль в поддержании здорового питания. Это помогает контролировать потребление калорий и способствует сбалансированному питанию. В этом есть смысл. Контроль размеров порций может предотвратить переедание и помочь контролировать вес. Существуют ли какие-либо рекомендации по контролю порций? Да, есть общие рекомендации, которым следует следовать. Например, порция белка должна быть размером с ладонь, а зерна должны поместиться в руке с сжатой чашкой. Это полезный визуальный справочник. Использование размеров рук при расчете порций упрощает оценку без использования шкалы. Как насчет овощей и фруктов? Овощи и фрукты содержат мало калорий и много питательных веществ. Заполните ими половину тарелки, чтобы обеспечить хороший баланс витаминов и минералов. Это разумная стратегия. Употребление большого количества овощей и фруктов увеличивает объем и питательную ценность блюда. Как насчет углеводов? Углеводы являются важным источником энергии, но контроль порций играет ключевую роль. Порция углеводов, таких как рис или макароны, должна быть размером с кулак. Это приятно знать. Контроль количества углеводов помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. А как насчет жиров и масел? Жиры и масло следует использовать экономно. Ограничьте размер порций размером с большой палец, чтобы поддерживать здоровый баланс в рационе. Это полезное руководство. Соблюдение пропорций жиров и масел помогает снизить общее потребление калорий. А как насчет закусок и десертов? Закуски и десерты следует употреблять в умеренных количествах. Выбирайте порции меньшего размера или выбирайте более здоровые альтернативы, такие как фрукты или игурт. Это разумный подход. Удовлетворение тяги к еде небольшими порциями или более здоровыми блюдами способствует осознанному питанию. Есть ли другие советы по контролю порций? Медленное питание и прислушивание к сигналам голода и сытости организма могут предотвратить переедание. Мозгу требуется время, чтобы зафиксировать чувство сытости. Это важное напоминание. Уделение внимания сигналам голода и сытости помогает избежать ненужного чрезмерного потребления. Есть ли у вас последние мысли об ограничении порций? Контроль порций заключается в поиске правильного баланса в соответствии с потребностями вашего тела. Дело не в лишениях, а в осознанном выборе здорового образа жизни. Отличная перспектива. Контроль порций позволяет нам принимать осознанные решения и полноценно питаться. Спасибо за информацию. Урок 12. Основы сумок Привет, Анна. Мне нужна новая сумка. Что ты ищешь в сумке? Привет. При выборе сумки я учитываю такие факторы, как размер, долговечность, функциональность и стиль. Размер важен. Мне нужна сумка, в которую поместится мой ноутбук и другие предметы первой необходимости. А как насчет долговечности? Долговечность играет ключевую роль. Ищите сумки, изготовленные из прочных материалов, таких как кожа или качественный нейлон, чтобы обеспечить долговечность. В этом есть смысл. Прочная сумка выдерживает ежедневный износ. А как насчет функциональности? Функциональность имеет решающее значение. Подумайте об отделениях, карманах и организационных особенностях, чтобы ваши вещи были в порядке. Это важно. Наличие выделенных мест для разных предметов облегчает быстрый поиск вещей. А как же стиль? Стиль – это личное предпочтение. Выберите сумку, которая отражает ваш вкус и дополняет ваш общий образ. Я согласен. Стильная сумка украсит ваш наряд и станет модным украшением. Есть ли другие соображения? Комфорт очень важен. Выбирайте сумки с мягкими ремнями или ручками для удобной переноски, особенно для тяжелых грузов. Это хорошие замечания. Удобные ремни предотвращают нагрузку на плечи и спину. Какие конкретные бренды вы рекомендуете? Есть много известных брендов, известных своими качественными сумками, таких как Herschel, Eiffelravern или Timberka 2. Изучите отзывы покупателей о конкретных моделях. Это полезно. Прочитав отзывы, вы сможете получить представление о качестве и функциональности различных вариантов сумок. Спасибо за совет. Урок 13. Основы путешествий. Привет, Анна. У нас есть багаж для перевозки. Зайти внутрь. Привет, Джон. Конечно, давайте возьмем тележку для багажа. Так его будет легче перевозить. Отличная идея. Тележки удобны для перемещения тяжелых сумок, особенно в людных местах. Вы знаете, где ее можно найти? Да, обычно возле входа или в зоне выдачи багажа есть багажные тележки. Давайте осмотримся по сторонам. Хорошо, давайте присмотримся к тележкам, пока заедем внутрь. Это избавит нас от необходимости носить все вручную. Безусловно, использование тележки избавит нас от ненужной нагрузки. Ах, я вижу одну из них там. Пойдем возьмем ее. Отлично. Это облегчение. Пойдем дальше и положим багаж в тележку. Теперь с этим будет гораздо легче справиться. Согласовано. Положив наши сумки на тележку, вы гарантированно сохраните их в целости и сохранности, и их не будет тяжело носить с собой. Наша корзина загружена. Теперь мы можем легко перемещаться по аэропорту или железнодорожному вокзалу. Пользоваться тележкой – разумный ход. Совершенно верно. Это практичный выбор, который позволяет нам без проблем перемещаться и сосредоточиться на получении удовольствия от путешествия. Я рада, что мы решили воспользоваться тележкой. Это экономит нам время и энергию и позволяет нам расслабиться во время поездки. Я тоже. Это мелочи, которые сильно влияют на впечатление от путешествий. Теперь мы можем продолжить работу без сбоев. Это правда. Готовность к путешествию и разумный выбор с учетом соображений удобства улучшают общее впечатление от путешествия. В самом деле. Давайте воспользуемся нашим путешествием по максимуму и насладимся каждым шагом на этом пути. Готовы отправиться в путь? Совершенно верно. Давайте отправимся в путешествие с багажом, надежно закрепленным в тележке. Вперед! Урок 14. Помощь в стирке. Привет, Анна. Стиральная машина только что закончила. Хорошо, если я оставлю это тебе. Привет, Джон. Конечно, я позабочусь об этом. Вы можете пойти дальше и сосредоточиться на других вещах. Спасибо, я ценю твою помощь. Я оставлю белье в ваших умелых руках. Совсем без проблем. Я позабочусь о том, чтобы все было правильно отсортировано и убрано. Отлично. Я поверю, что ты справишься с этим. Дайте мне знать, если вам понадобится помощь. Подойдет. Я справлюсь с этим эффективно. Вы можете без проблем выполнять свои задачи. Идеальный. Мне еще предстоит кое-что закончить, поэтому я воспользуюсь этой возможностью, чтобы сосредоточиться на этом. Совершенно верно. Доверьте стирку мне, и вы сможете сосредоточиться на продуктивной работе. Я рада, что могу на тебя рассчитывать. Приятно иметь надежного человека, который помогает по хозяйству. Я с радостью протяну руку помощи. Нам всем нужна поддержка, а командная работа все упрощает. Действительно, командная работа необходима для хорошо функционирующей семьи. Я благодарен вам за помощь. Мне очень приятно. Мы команда, и вместе мы можем добиться большего. Просто оставьте это мне. Я полностью уверен в твоих способностях. Вы всегда были эффективны и надежны. Спасибо за доверие. Я позабочусь о том, чтобы стирка была выполнена быстро и к вашему удовлетворению. Я ценю ваши усилия. Приятно осознавать, что я могу на тебя положиться. Урок 15. Размер кроссовок. Привет, Анна. Какого размера ты обычно носишь кроссовки? Привет, Джон. Мне обычно 8 лет. Почему, вы спрашиваете? Я собирался сходить за обувью. Думаешь, у них тоже твой размер? Неплохая идея. Большинство магазинов предлагают широкий выбор размеров, поэтому в них должен быть и мой размер. Отлично. Будет интересно изучить разные варианты обуви и найти идеальную пару для нас обоих. Абсолютно. Примерить разные стили и найти подходящий вариант может быть приятным занятием. Я согласен. Важно иметь удобную обувь, которая обеспечивает надлежащую поддержку нашим ногам. Главное – комфорт. Хорошо подобранная обувь предотвращает дискомфорт и потенциальные проблемы с ногами в долгосрочной перспективе. Определенно. Давайте поищем магазины, которые предлагают самые разные стили и уделяют приоритетное внимание здоровью и комфорту ног. Хорошая мысль. Мы также можем учитывать материалы и долговечность обуви для длительного ношения. Это правда. Качественные материалы гарантируют, что обувь выдерживает ежедневное использование и сохраняет форму. Именно так. Стоит инвестировать в обувь, которая прослужит вам долго и будет стоить наших денег. Мне не терпится познакомиться с различными брендами обуви и открыть для себя новые дизайны. Это похоже на минимодное приключение. Конечно, так и есть. Обувь может придать любому образу нотку стиля и выразить любую дизайну. Мы можем посетить разные магазины, примерить разные стили и получить удовольствие от процесса. Привет, Анна. Во время поездки. Да, рейс задержали. Но этого не произошло. Привет, Джон. Я понимаю. Задержки могут быть неприятными, но они дают нам возможность адаптироваться и извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Совершенно верно. Вместо того, чтобы расстраиваться, мы можем использовать дополнительное время, чтобы осмотреть аэропорт или почитать книгу. Это позитивный подход. В аэропортах часто есть магазины, рестораны и залы ожидания, где можно заняться различными видами активного отдыха. Именно так. Мы можем отнестись к задержке как к неожиданному приключению и максимально использовать время, проведенное в аэропорту. Все дело в том, чтобы исправить ситуацию на нас. Мы можем найти способы расслабиться, восстановить силы или даже понаблюдать за людьми. Наблюдать за людьми может быть очень интересно. В аэропортах полно путешественников из разных культур и происхождения. Увлекательно наблюдать за разнообразием и различными взаимодействиями, происходящими вокруг нас. Кроме того, мы можем воспользоваться удобствами аэропорта, такими как бесплатный Wi-Fi, чтобы оставаться на связи или выполнять работу. Это практическая идея. Мы можем превратить задержку в продуктивный период и выполнить задачи, требующие онлайн-доступа. Совершенно верно. А если мы устали, мы можем найти тихий уголок и вздремнуть, чтобы восстановить силы. Задремнуть можно освежающим, особенно во время длительных путешествий. Это способ зарядиться энергией и подготовиться к следующему этапу путешествия. Несмотря на первоначальные неудобства, задержки могут открыть для себя неожиданные возможности и получить незабываемые впечатления. В этом и заключается дух. Способность адаптироваться и извлекать максимум пользы из любой ситуации улучшает наше впечатление от путешествий. Не могу не согласиться с этим. Давайте воспримем задержки как часть путешествия и оставим незабываемые воспоминания о наших путешествиях. Урок 17. Приключения на выходных. Привет, Анна. Привет, в последнее время я жажду приключений. Привет, Джон. Я тоже. Как насчет того, чтобы спланировать отпуск на выходные, чтобы удовлетворить свой дух приключений? Звучит фантастически. Есть идеи, куда мы могли бы отправиться в наше мини-приключение. Как насчет прогулок по близлежащему национальному парку? Мы можем погрузиться в природу и насладиться активным отдыхом на свежем воздухе. Отличное предложение. Пешие прогулки, кемпинг и полюбование живописной красотой парка станут незабываемым опытом. Совершенно верно. Мы также можем попробовать что-то более захватывающее, например, зиплайн или скалолазание, если захотим. Я готова принять вызов. Это будет прилив адреналина и шанс расширить границы возможного в безопасной обстановке. Приключенческие виды спорта предоставляют уникальную возможность преодолеть страхи и обрести уверенность в себе. Это увлекательный способ роста. Не могу не согласиться с этим. Выход из зоны комфорта и получение новых впечатлений – это часть личностного роста. Кроме того, мы можем сделать потрясающие фотографии пейзажей и оставить незабываемые воспоминания о нашем путешествии на выходных. Фотография – отличный способ запечатлеть свой опыт и поделиться им с другими. Это добавляет еще один уровень удовольствия в путешествии. Совершенно верно. Мы можем создать журнал о путешествиях или даже завести блог, чтобы вдохновить других на собственные приключения. Делиться своим опытом и побуждать других исследовать мир – прекрасная идея. Это способ распространения позитива и страсти к путешествиям. Вас ждут приключения, и мне не терпится отправиться в это путешествие вместе с вами. Давайте спланируем отдых на выходных и сделаем его незабываемым. Я тоже в восторге. Это будет эпическое приключение, наполненное весельем, смехом и потрясающими воспоминаниями. Давайте воплотим это в жизнь. Привет, Анна. Эта увлажняющая маска популярна и подходит для всех типов кожи. Привет, Джон. Звучит великолепно. Важно увлажнять и питать кожу независимо от типа кожи. Совершенно верно. Увлажнение – ключ к поддержанию здоровой и сияющей кожи. Вы уже пробовали эту маску? Да, у меня есть. Это одно из моих любимых. Эта легкая формула освежает и увлажняет мою кожу. Приятно это слышать. Я искала увлажняющую маску, которая обеспечит длительное увлажнение без ощущения тяжести на коже. Тогда эта маска может идеально подойти вам. Она предназначена для глубокого увлажнения кожи, не закупоривая пары. Это именно то, что мне нужно. Я хочу регулярно ухаживать за кожей и устранять сухость и тусклость кожи. Регулярное использование увлажняющей маски поможет восстановить влагу, улучшить текстуру кожи и придать ей сияющий вид. Он прост в использовании. Просто нанесите маску ровным слоем на очищенную кожу, оставьте на рекомендуемое время, а затем смойте. Звучит достаточно просто. Я ценю продукты, которые удобно включать в свой ежедневный уход за кожей. Удобство очень важно, особенно когда речь идет о постоянном уходе за кожей. Это ключ к долгосрочным результатам. Не могу не согласиться с этим. Консистенция и использование продуктов, подходящих для нашего типа кожи, необходимы для достижения здоровой и сияющей кожи. Совершенно верно. Итак, попробуйте увлажняющую маску. Уверен, вы заметите разницу в текстуре и внешнем виде кожи. Мне не терпится увидеть результаты. Спасибо, что порекомендовали эту маску. Всегда приятно открывать для себя новые продукты по уходу за кожей. Урок 19. Методы обучения. Привет, Анна. Да, вы можете попробовать несколько техник. Не могли бы вы привести несколько примеров? Конечно, привет, Джон. Одним из эффективных методов является создание карточек, помогающих запоминать словарные слова и их значения. Отличная идея. Карточки могут сделать обучение более интерактивным и увлекательным. Какие еще методы вы рекомендуете? Другой метод заключается в использовании мнемоники, которая является вспомогательным средством запоминания, которая помогает связать новую информацию с чем-то знакомым или легко запоминающимся. Другой метод – это практика активного слушания. Это предполагает полное сосредоточение внимания на том, что вы слышите, делайте заметки и задавайте вопросы, чтобы обеспечить понимание. Активное слушание важно, особенно при изучении нового языка. Это помогает улучшить понимание и удержание разговорной речи. Совершенно верно. Кроме того, погружение в язык с помощью таких занятий, как просмотр фильмов, прослушивание музыки и чтение книг, может значительно улучшить ваши языковые навыки. Погружение – мощная техника. Она знакомит вас с реальным использованием языка и помогает лучше освоить идиомы и выражения. Также полезно найти партнера по языковому обмену или присоединиться к группе по изучению языка, чтобы попрактиковаться в разговорной речи и пообщаться с носителями языка. Сотрудничество с другими людьми, которые также изучают язык, может создать благоприятную среду и предоставить ценные возможности для практики. Определенно. Наконец, постановка конкретных целей в изучении языка и составлении учебного графика помогут вам сохранять организованность и мотивацию на протяжении всего учебного процесса. Постановка целей и составление графика обучения необходимы для прогресса. Это дает вам четкое направление и помогает отслеживать ваши достижения. Именно так. Внедряя эти методы и найдя то, что лучше всего подходит для вас, вы сможете сделать изучение языка более эффективным и приятным. Я ценю ваши предложения. Я попробую включить эти методы в свою программу изучения языка. Мне не терпится увидеть результаты. Урок 20. Стандарты качества и производительность. Привет, Анна. Теперь у нас это работает. Давайте обсудим стандарты качества и производительность. Безусловно. Привет, Джон. Поддержание высоких стандартов качества имеет решающее значение для обеспечения удовлетворенности клиентов и успеха нашего бизнеса. Я согласен. Мы должны стремиться к совершенству этого бизнеса. Для этого нам необходимо установить четкие стандарты качества и регулярно оценивать нашу эффективность в соответствии с этими стандартами. Регулярная оценка поможет нам определить области, нуждающиеся в улучшении, и внести необходимые коррективы для повышения общей эффективности. Важно внедрить меры контроля качества для мониторинга наших процессов, выявления любых проблем и принятия корректирующих мер. Постоянное улучшение должно стать приоритетом. Мы всегда должны искать способы улучшить наши продукты и услуги. Совершенно верно. Нам также следует собирать отзывы клиентов, чтобы понять их потребности и предпочтения, и использовать эти отзывы для улучшения наших предложений. Отзывы клиентов бесценны. Это помогает нам привести наши продукты и услуги в соответствие с их ожиданиями и создать положительный опыт для клиентов. Помимо отзывов клиентов, мы должны установить ключевые показатели эффективности, KPI, для оценки нашего успеха и отслеживания прогресса с течением времени. Ключевые показатели эффективности представляют собой измеримые целевые показатели, которые помогают нам оценить нашу эффективность и убедиться, что мы на правильном пути к достижению поставленных целей. Регулярные обзоры эффективности и командные оценки также важны для оценки индивидуальных и коллективных результатов, обеспечения обратной связи и стимулирования роста. Оценки эффективности создают возможности для открытого общения, развития навыков и признания достижений. Они способствуют формированию мотивированной и продуктивной команды. Именно так. Поддерживая высокие стандарты качества и постоянно повышая производительность, мы можем предоставлять нашим клиентам исключительные продукты и услуги. Наша приверженность к качеству и производительности выделит нас на фоне конкурентов и будет способствовать долгосрочному успеху нашего бизнеса. Урок 21. Решение сложных вопросов Привет, Анна. Во время учебы я наткнулся на сложный вопрос. Мне нужна помощь в решении этого вопроса. Привет, Джон. Я здесь, чтобы помочь вам. В чем вопрос? Потратьте минутку на размышления, а затем ответьте. Вопрос в квантовой физике. В ней предлагается объяснить концепцию дуальности волны и частицы простыми словами. Ах, дуальность волна-частица может быть сложной задачей, но давайте разберемся с ней. Считайте это идеей о том, что частицы могут вести себя как волны и частицы. Понимаю. Таким образом, такие частицы, как электроны и фотоны, могут проявлять волноподобные свойства, такие как интерференция и дифракция, а также поведение, подобное частицам. Именно так. Это явление, при котором они могут отображать характеристики как волн, так и частиц в зависимости от условий эксперимента. В этом есть смысл. Таким образом, в некоторых экспериментах они могут вести себя как волны, демонстрируя интерференционные картины, а в других – как частицы с определенными позициями и импульсами. Верно. Это фундаментальная концепция квантовой механики, которая бросает вызов нашему классическому пониманию поведения вещества и энергии. Удивительно, как природа реальности может быть настолько разной на квантовом уровне. Спасибо, что помогли мне понять эту концепцию. Добро пожаловать. Изучать сложные темы может быть непросто, но разбив их на более простые объяснения, вы сделаете их более доступными. Совершенно верно. Прежде чем отвечать на сложные вопросы, важно уделить время размышлениям и анализу. Это помогает нам лучше понять концепции. Определенно. Можно сделать паузу, поразмышлять и собраться с мыслями, прежде чем дать ответ. Это проявление вдумчивости и стремления к точности. Я ценю ваше руководство. Приятно, когда есть с кем обсудить сложные темы и получить более глубокое понимание. Я рада, что смогла вам помочь. Помните, что обучение – это непрерывный процесс, и при необходимости можно задавать вопросы и получать разъяснения. Мудрые слова. Давайте продолжим поиск знаний и воспользуемся возможностью учиться и расти вместе. Урок 22. Создание личного оазиса. Привет, Анна. Я подумывал о том, чтобы создать дома уютное пространство, где я смогу расслабиться. Есть идеи. Привет, Джон. Мне нравится идея личного оазиса. Как насчет того, чтобы обустроить уголок для чтения с удобным креслом и мягким освещением? Звучит превосходно. Специальное место, где я могу погрузиться в хорошую книгу и расслабиться после долгого дня. Совершенно верно. Добавьте плюшевую подушку и теплое декоративное одеяло, чтобы сделать его еще более привлекательным. У вас будет уютный уголок, куда вы сможете сбежать. Не могу не согласиться с этим. Это будет мой маленький оазис дома, умиротворяющее убежище вдали от шума и суеты повседневной жизни. Это именно то, что вам нужно. Подумайте о том, чтобы добавить небольшой столик для любимого напитка и книжную полку для удобного доступа к материалам для чтения. Кроме того, вы можете улучшить атмосферу с помощью растений в горшках или вазы с живыми цветами, чтобы привнести в интерьер нотку природы. Мне нравится эта идея. Растения не только добавляют зелени, но и очищают воздух и создают успокаивающую атмосферу. Совершенно верно. Присутствие природы успокаивает наш разум и помогает расслабиться. Это станет освежающим дополнением к вашему оазису. Мне не терпится создать это пространство сейчас. Это будет уединение, где я смогу зарядиться энергией и найти утешение в любое время. Замечательно иметь специально отведенное место, которое приносит вам радость и спокойствие. Ваш дом должен стать раем, способствующим вашему благополучию. В самом деле, наши дома должны отражать нашу индивидуальность и давать нам ощущение комфорта и покоя. Спасибо за ваши вдохновляющие идеи. Добро пожаловать. Я рада, что смогла помочь. Создание собственного оазиса – это полноценный проект, который позволяет вам проявить свой творческий потенциал и создать пространство, которое действительно вам нравится. Совершенно верно. Я с нетерпением жду возможности превратить уголок своего дома в личное убежище. Это будет мой маленький кусочек рая.